Всем привет! Меня зовут Максим, я лид-гейм-дизайнер в компании Донколаб. Я занимался за время своей профессиональной карьеры достаточно разными проектами разных жанров, и в процессе появлялись совершенно разные кейсы, которые казались бы логичными на первый взгляд, но принятие решений по ним, оно вело к абсолютно нетипичным последствиям. Сегодня как раз я хочу вам рассказать о нескольких таких кейсах и прийти к одному определенному вполне себе выводу. Сначала мы поговорим по проекту My Success Story. Чтобы понимать, какой кейс я хочу рассмотреть, нужно сначала провести некоторую экспозицию проекта. My Success Story — это LiveSim проект, в котором очень важно, что он завязан на времени. Время идет постоянно, в нем происходят какие-то определенные события, и все действия, которые игрок совершает, они, соответственно, продиктованы изменяющимися условиями во времени. Эта игра монетизируется в основном рекламой. Там очень много интерстичиал рекламы и есть ревардер реклама. Несмотря на это, платежи в игре все так же существуют. Они не доминируют в плане схемы монетизации, но все-таки составляют достаточно весомую часть дохода. Это важно для того кейса, который мы сейчас будем рассматривать. У нас появилась гипотеза, что наши достаточно низкие оценки в сторах по этой игре, они из-за того, что у нас такое большое количество рекламы. Пользователи, они постоянно жаловались на то, что они не могут играть, и нужно, соответственно, смотреть рекламу, смотреть рекламу, смотреть рекламу, чтобы двигаться по прогрессу. И появилась вот как раз гипотеза, что мы можем отключить эту рекламу или сократить ее количество для того, чтобы повысить retention, для того, чтобы улучшить оценки на сторах, возможно, какую-то внутри игры активность тоже улучшить, чтобы игроки лучше играли и были более довольны, и, возможно, лучше платили. В этом моменте нужно сказать, что мы используем систему АБ-тестирования. Это очень важная вещь, и я хотел бы рассказать о том, каким образом мы тестируем фичи, которые вводим. Мы разделяем юзеров на… Мы берем группу юзеров и разделяем ее на три части. То есть не на две, как предполагается в названии АБ-тестирования, а делаем как бы ААБ-тестирование. Когда у нас есть две группы, которые получают условно оригинальную игру, а третья группа, она получает игру с изменениями. Это нужно для того, чтобы можно было сравнить несколько групп, которые получают оригинальную игру, и понять, что тест в целом релевантен. То есть если между этими группами возникают какие-то определенные отличия, значит, скорее всего, что-то пошло не так. Возможно, маленькая аудитория или еще что-то. Если эти группы две схожи, соответственно, можно говорить о том, что тест все-таки проведен правильно. Несколько вещей, которые нужны для АБ-тестирования. Это гибкие параметры тестирования, чтобы вам, соответственно, можно было выбрать ту группу юзеров, на которой вы действительно хотите протестировать свои изменения. Также очень важно определиться с целями, для которых вы вводите то или иное изменение. Без понимания цели вы не поймете результаты теста. Поэтому, когда у вас есть определенная цель, вы, соответственно, определяете и параметры, которыми эта цель может быть отслеживана. Так вот, вернемся к My Success Story. И я расскажу о попытках изменений, которые мы предпринимали. Первая попытка, которая была, это полное отключение рекламы. Это сначала тестировалось на достаточно маленькой аудитории, ну, потому что изменения все-таки весомые. Потестировав на маленькой аудитории, мы поняли, что как раз мы не попали в релевантность теста. То есть мы, получается, сравнили как раз две оригинальные группы и, соответственно, поняли, что тест не можем считать успешным. После этого мы провели аналогичный тест на более большой аудиторию. То есть мы отключили интерститial рекламу для большого сегмента, чтобы можно было считать, что мы тест провели успешно, по крайней мере, поняли, какие-то данные, их можно было интерпретировать. И затем мы проводили еще тест, где мы просто уменьшаем частоту появления рекламы. Соответственно, мы считаем релевантными второй и третий тест и перейдем к результатам, которые мы получили. Я думаю, в принципе, этот слайд показывает все, что произошло. Итеншн в игре остался неизменным. Платежи остались неизменными. При этом, естественно, рекламная монетизация стала хуже, потому что игроки стали меньше смотреть рекламы. Но одновременно с этим уменьшилось время сессии. Казалось бы, почему это должно так произойти? Вроде бы мы вводили логичные изменения, которые должны делать комфортно игрокам. Но при этом время сессии все равно уменьшается. Мы стали разбираться, что вообще происходит, и сравнивать, соответственно, второй и третий тест, о которых я говорил. И, в общем, вывод, к которому мы пришли, что время сессии становится короче ровно на то время, пока игрок смотрит рекламу. Если игрок не смотрит рекламу или меньше смотрит ее, и это время очень сравнимо, и его очень легко посчитать. Очень важно сказать, что классно, что мы сделали тестирование, что мы смогли правильно интерпретировать какие-то данные, которые мы получили, и все-таки такие изменения на большую аудиторию не пошли. То есть это просто было в рамках тестирования. Дальше мы поговорим о проекте Interior Story. Interior Story — это матч-3, достаточно типичная матч-3, метой в которой является построение дизайна комнаты. У нас достаточно, ну, без какой-то особой динамики происходит изменения в комнате, когда игрок их делает, и нам казалось, что это скучновато. Хотя какие-то визуальные эффекты, конечно, есть. На рынке стали появляться проекты, у которых приблизительно такая же была мета, но они были, ну, так скажем, посвежее анимированы. И у нас появилась гипотеза, что мы можем добавить динамику в игру с помощью анимации установки предметов. Мы ожидали в целом общего повышения качества продукта, ну, и согласно этому должны были увеличиться какие-то метрики вовлеченности, соответственно, оценки на сторах, опять же. И в основном можно смотреть это, конечно, по ретеншину, по времени сессии, потому как далеко игроки проходят в игре. Но проблема в том, что такой подход, он очень сильно увеличивает трудозатраты на производство каждой комнаты. Мы предприняли такую попытку изменений. Мы произвели несколько комнат как раз с этими анимациями. Мы сделали это в начале игры. И поэтому, соответственно, когда мы запускали это в тест, что мы, собственно, и сделали, мы тестировали на новичках, то есть на новых юзерах, которые не видели, соответственно, статичных комнат, которые вот пришли и первый раз это вообще смотрят. Чтобы у них сложилось впечатление, ну, свое об игре. И, соответственно, метрики мы смотрели по ним. Последствия. Целевые метрики никаким образом не изменились. При этом трудозатраты очень сильно возрастали. То есть для сравнения, если говорить про время, которое одна команда производит в комнату и комнату с анимациями, то эта разница там порядка в четыре раза. Можно, конечно, увеличивать команду, но это, соответственно, сложнее. Третий кейс, о котором я хотел бы с вами поговорить. Это холидеи. У нас в игре, в той же самой интерьер-сторе, про которую я говорил до того, существует система ивентов, где игрок получает дополнительную контентную комнату, назовем ее ивентовой, соответственно, и в течение определенного количества времени он может получать ивентовую валюту, которую тратить на улучшение другой, второй комнаты, которая у него есть. Так вот, когда у нас начал… Ну, когда мы решили сделать холидей, мы решили, что мы сделаем вот такие изменения. Мы введем скины персонажей, они все будут одеты… Ну, не все, а главные персонажи будут одеты в тематику мероприятия. У нас будет изменена часть интерфейсов. Ну, тоже, соответственно, все вот эти розовые тона. И вот ивент, который у нас постоянно проходит, он будет тематическим. Это, соответственно, будет какая-то вот такая романтичная комната к Дню Святого Валентина. Ну, и визуально изменится ивентовая валюта, но важно сказать, что механика ивента при этом не изменяется. Все предыдущие ивенты, которые были до этого, они показывали, ну, там, стопроцентно положительный рост всех метрик платежи. Последствия. Ретеншн упал, время сессии уменьшилось, конверсия упала. Юзерам абсолютно не понравилась это то ли комната, то ли интерфейс. Важно сказать, что все предыдущие кейсы, о которых мы говорили, они проходили через AB-тестирование. А этот, соответственно, он непосредственно на всех юзеров сразу пошел. И не понравился никому, ни старым юзерам, ни новым. И, соответственно, перейдем к выводу по этому поводу. Очень важно все изменения какие-то ключевые, которые могут повлиять на ваши метрики. Сначала правильно оттестировать, когда у вас особенно большой проект. Вы же не хотите терять доходы из-за того, что вы ввели какое-то изменение, оно что-то ухудшило, и при этом это пошло на всех юзеров. Поэтому системы AB-тестирования это круто. Пользуйтесь. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы. Докладчику. Чек-чек. Привет. Спасибо за доклад. Хочу спросить, как вы определяете, какие фичи идут на сплит-тест, какие нет. Потому что понятно, это время всегда, это всегда по сути деньги. Есть какие-то фичи, которые вводят серьезные изменения. Такие фичи, они практически всегда у нас проходят через AB-тестирование. Но вот как возникло здесь с Холидеем, это было какое-то наитие, что это должно сработать. И вроде как это казалось логичным, особенно учитывая наш предыдущий опыт, что мы проводили эти венты все время. Все, что по большому счету изменялось, это тематика. То есть какие-то такие вещи, которые кажутся логичными, иногда попадают без AB-тестирования. Но это скорее негативный кейс. Правильно ли я понимаю, что по сути интуитивно распределяете, кажется, это серьезная вещь, ее мы сплит-тестим. Эта вещь вроде бы всем нравится, вроде бы ни на что не повлияет, она идет впрод. Ну, для каждой вещи все равно есть какое-то оценивание рисков. Плюс еще очень важно сказать, что это зависит от проекта. То есть если это какой-то проект, на который закупается постоянно реклама, который раскачивается по установкам, то на него, соответственно, опаснее что-то тестировать. Ну, в смысле, опаснее что-то запускать без теста. Вот. Хорошо, понял. Спасибо. Спасибо. Так, вот еще целых шесть, шесть. Спасибо за доклад. По поводу последнего кейса вы выяснили в итоге, чем именно игроков не устроил этот ивент? Мы не выяснили конкретно чем, но это был единственный ивент, когда юзеры повели себя так. При всех остальных кейсах, когда мы даже другие холидеи запускали, такого не происходило. То есть вы считаете, что это проблема именно ивента или это проблема рынка? Сейчас, секунду, спиним микрофон. Потому что все запустили точно такой же ивент в это время. Я думаю, все-таки это проблема ивента, потому что, условно говоря, этот ивент у нас происходит каждую неделю, и таких проблем ни до этого, ни после этого не было. Спасибо. Возможно, это как раз связано с какими-то тематическими вещами. Спасибо. Ну, частично только что вопрос задали, но тем не менее, хотелось бы чуть более развернуто. А какие еще могут быть варианты, почему не зашел этот ивент? Ну, то есть, вот задавали вопрос, то что вы в ивенте ли вообще дело? Потому что реально все конкуренты запустились, вообще все налили трафик и пушей, всем наспамили, да? В итоге все ушли куда-то и в другие игры играли. То есть, какие еще могут быть варианты, почему не сработало, кроме того, что там визуалка, вот это вот декоративное у ивента не понравилось? Ну, естественно, какие-то маркетологические абсолютно вещи по закупке рекламы, они могут ролять. Это естественно. Просто, когда мы запускали какие-то другие ивенты, ну, тот же самый Хэллоуин, ну, после этого мы делали, и по нему таких просадок не было. Хотя, казалось бы, должны конкуренты также в эти даты, соответственно, заниматься заливкой трафика. Ну, а у конкурентов вообще, ну, в этом же жанре, да, ну, там, не знаю, сетник плюс-минус такой же, у них вот такие декорации были. То есть, что у других было? То есть, другие принимали, ну, делали точно такие же там подходы? По-разному. Не все делали, скажем так. То есть, некоторые компании делали, некоторые нет. То есть, это… Ну, их метрики, наверное, получается, не знаете. Ну, естественно, не знаю. Ну, ладно, окей. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Если какие-то новые механики тестировать легко, можно дать там части игроков поиграть и так далее, то как предугадать риски и тестировать подобные праздничные ивенты? То есть, мы же не можем какой-то части игроков дать его. И там время обычно ограничено. То есть, нельзя это долго раскачивать, потому что праздник, он здесь и сейчас. То есть, надо… То есть, как вот это протестировать заранее, до праздника? Когда мы оказываемся в такой ситуации, что у нас вот это ограниченное время есть, ну, нам следует полагаться только на свой опыт. Потому что, когда мы используем АБ-тестирование, ну, это происходит на каких-то крупных проектах. Если у нас есть какие-то проекты поменьше, мы можем там этот опыт получить. Спасибо большое за доклад. А скажите, пожалуйста, сколько вы закладываете на похмелье после акции? Сегодня это очень актуальный просто вопрос. Да, согласна. Подсчет выживших. Ну да, вот как вы оцениваете, вот сколько нужно дней, часов заложить? Вот после вы акцию запушили, вот сколько? Ну, от проекта к проекту тоже это по большому счету работает. Если говорить о первом проекте, который я показывал, соответственно, там вообще время жизни юзера очень маленькое. Ну, по сравнению с какими-то крупными, типа матч-3 вещами. И поэтому там это время практически не докладывается. Если говорить о матч-3, ну, это пара недель. Пара недель? Ого. Ну, все равно такие… Ну, это прям много. Ну да, но это может какие-то последствия иметь. Если, условно говоря, анализировать по временным когортам, то, соответственно, можно исключать какие-то… Исключать много вещей, которые вот именно этим похмелем вызваны. А можно тогда следующий вопрос? А по когортам вы как делите? На какой платформе? За счет чего вы устраиваете когорты? Интересно, вот именно инструменты. Мы, получается, делим, соответственно, по времени прихода, по времени инсталла игроков. Анализируем именно такие… Ну, с таким разделением. Соответственно, платежные сегменты. iOS, Android тоже могут отличаться по платформам. В чем еще вопрос? Нет, все, собственно, спасибо. Спасибо большое за доклад. Мне интересна судьба первого проекта. Ты сказал, что у вас были гипотезы, вы хотели изменить метрики, сделали АБ-тестирование. Насколько я понял, метрики не изменились. А что вы стали делать дальше? Стали ли вы проводить какие-то новые тестирования или, в общем-то, оставили проект, потом видим, в котором он, собственно говоря, и остался? У нас на этом проекте постоянно вводятся какие-то изменения, какие-то изменения тестируются, игра должна улучшаться. Но в ситуации, что мы сделали после этого теста, мы, получается, оставили ситуацию с рекламой неизменной. То есть мы вернули все, как было. Ну, а в итоге изначальную задачу вам удалось каким-то образом достичь, изменить оценку в сторе, увеличить жизнь игрока в игре или нет? Этим способом нет. Но мы потом тестировали другие механики и изменить удалось. Спасибо за ответ. Определитесь, пожалуйста, кейсами. Проводите ли вы АБ-тесты одновременно? Сколько можете одновременно проводить, если нужно несколько фич тестировать единовременно? Если нужно несколько фич тестировать, нужно, соответственно, чтобы эти фичи влияли на разные параметры. Или каким-то образом разделять группы юзеров, на которых тестируем эти фичи. Но вы проводите несколько тестов одновременно? Да, бывает. Они в основном стандартные. И в целом это положительные кейсы. Когда мы получаем какой-то, условно говоря, отрицательный результат, скажем так, это тоже результаты, это опыт, которым мы потом пользуемся. Еще вопросы? Так, еще вопросы. На нашем проекте такая проблема возникла во время б-тестирования. Одна группа, получив механику, начинает бомбардировать соцсети, рассказывая, какая у них чудесная механика. А вторая группа этой механики не видит и начинает плакать. Что делать? Ну это вопрос социального взаимодействия. Как-то изолировать группы друг от друга возможно по гео. Например, чтобы игроки из каких-то специфичных достаточно стран сначала получали для теста определенную фичу. Спасибо. У меня есть вопрос про время. Бывают ли такие опыт тестирования, которые прям, не знаю, месяцами, годами проводятся? Бывают. Это от чего вообще зависит? От сложности? От чего вообще? По времени обетестирования нужно сказать, что для релевантного тестирования нужно набрать определенное количество юзеров, которые там этот кейс, условно говоря, использовали. То есть, когда у вас набирается определенное количество юзеров, вы понимаете эту статистическую значимость, тогда вы можете рассматривать кейс. Если у вас там набралось 10 человек, соответственно, вы не можете считать данные релевантными. Спасибо большое. Так, еще вопросы? Ну все. Спасибо. Спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо.